Горящее небо Кавказа. В Дагестане ищут останки самолета легендарного летчика Николая Жердева. С первых дней он участвовал в Великой Отечественной. Воевал на юго-западном, южном и северокавказском фронтах. Герой Советского Союза разбился в 1942-м близ села Покровское в Хасаюртовском районе. Сегодня поисковые отряды со всего Северного Кавказа работают над поисками уцелевших деталей. Любава Маслова расскажет подробности. Возжившись металлоискателями и терпением, они обследуют каждый сантиметр. В этой земле навсегда остался самолет И-16. Летчики Николай Жердев и Михаил Соколов уходили от преследования вражеских истребителей. В неравном бою самолет потерпел крушение в этом лесу. За свою военную карьеру Николай Жердев сбил более 40 самолетов противника. Получил звание Герой Советского Союза. Офицера с почестями похоронили в селе Батаюр. Сегодня на месте могилы – мемориальный обелиск, на котором постоянно лежат свежие цветы. На практике тела находятся недалеко от самолета, поэтому вероятность того, что этот самолет находится здесь, велика. Поэтому мы сегодня здесь в рамках проекта «Горящее небо Дагестана», посвященного на 80-летию битвы за Кавказ. На поиски самолета собрались более сотни человек. Это студенты Хасевертовских колледжей, войсковые отряды Дагестана, Ингушетии, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии. Мы создаем военно-исторические памятные маршруты от образовательного учреждения, близлежащих населенных пунктов, чтобы непосредственно там проводить уроки памяти и мужества. Мы все знаем, что та работа, которую мы делали, нужна не тем, кто защищал тогда 80 лет назад и отдал свою жизнь за Родину, а нам, живущим, той молодежи, которую мы воспитываем. За более чем 80 лет рельеф мог измениться до неувознаваемости, а И-16 – остаться глубоко под землёй. Однако поисковиков это не пугает. Они готовы продолжать работу, пока не добьются результата. Велика вероятность найти кабину и мотор – самые крепкие части воздушной машины. Пускай познают, учатся у старых, как говорится, у бывалых уже поисковиков. Ну и историю. Всё-таки это история. Должны знать хоть историю как-то. И вот первая победа. Эти детали очень похожи на сгоревшую обшивку крыла. Теперь их отправят на экспертизу, чтобы проверить догадку. Если она подтвердится, значит ниже в земле находятся и остальные уцелевшие фрагменты самолёта. Любовь Маслова, Саид Кутиев, Саид Магомирзайф и Исуп Газиамаров. Время новостей. Хасагюртовский район.